Этот флис темно-зеленый не для праздника и славы. Этот флис темно-зеленый весь пойдет на балаклавы. С флисом, материалом для термокомплектов работать проще всего, объясняет Мария, участница проекта «Пчелки добрых дел». Самое трудное – шить белье, предназначенное для раненых бойцов. Трусы на липучках, тяжело, шорты. Очень много мелкой работы. Пошив одежды для госпиталей – это главная задача мастериц. У нас направление, мы когда организовывались отдельно, мы планировали делать специальные изделия, специализированные для госпиталей. То есть у нас была основа – это брюки на липучках для людей с ограниченными возможностями, с аппаратами Лизарова. Участницы волонтерской организации называют себя «пчелками». Работают также трудолюбиво и шустро, чтобы как можно быстрее обеспечить солдат всем необходимым. Липучки открываются полностью. То есть раненого бойца кладут, потом это закрывают, на него одевают и закрываются. То есть у него размер у нас универсальный идет. Мы всегда в каждые брюки, в каждые шорты мы обязательно кладем какую-нибудь вкусность, вкусняшку, икону обязательно и письмо от детей. Они это очень любят, мы рисунки, то есть мы все это упаковываем. Ну вот примерно вот так у нас. Помимо одежды волонтеры шьют покрывало – невидимки от тепловизоров. На ветки вот они ставят, то есть чтобы рисунок не читался, потому что тепловизор, он читает рисунок, который постоянно повторяется, паттерн. Поэтому нужно ломать его, то есть ветка выше, ветка ниже, и тогда этот рисунок ломается, и тепловизор его не увидит. Волонтерский пункт находится на школьной улице на первом этаже дома 56. Сюда участницы проекта переехали из Расторгуева, где своими силами снимали помещение. Благодаря поддержке главы Ленинского городского округа сейчас в распоряжении тружениц тыла площадь более 70 квадратных метров. Что-то нужно? Дополнительно какие-то швейные машинки? Вот эта строчка, которая делает. Вот нам такое нужно промышленно. Бытовая есть, но у нее скорость маленькая. Сейчас в организации трудится 266 человек. Станислав Катров пообещал, что для пчелок добрых дел будет закуплено необходимое оборудование, намного упрощающее процесс пошива вещей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.